здравствуйте уважаемые зрители сегодня у нас будет видео посвященное планам давайте попробуем на год раскидать примерно что как я себе составила такую табличку вот на 12 месяцев это конечно не окончательный вариант это такая проба примерно прикинуть во времени и в количестве процессов и целью этого всего может быть себя подогнать в чем-то как-то ограничить и увидеть вообще какой-то результат то что очень много начатых процессов и крестиком и бисером и вот этих табличек я уже составила несколько и так и так пыталась это все перетасывать я примерно так мы себе разобраться весь у меня предложено в таблице такая ротация заодно очень хорошо вот так составить планы тогда понятно что зачем следует что в каком объеме что когда начинать когда заканчивать ну скорость ведения работы я прям конкретно каждую не подсчитывала но примерно здесь очень много начатых работ сейчас обо всем поподробнее то есть я примерно представляю что вот минимум 300 крестиков в день но вышить реально да то есть это минимум до 1000 наверное это максимум может быть 700 до плюс минус то есть каким-то запасом можно себе представить сколько вы среднюю работу вышиваете за месяц там полтора или два и большие то может и полгода вот так вот например что у нас зима да в принципе я взяла такой подход вот три либо же четыре это крестиковых процесса и три может быть там плюс минус большие маленькие это бисерные процессы ну почему так во первых как выяснилось после такой ротации у меня крестиковых процессов вот я их даже все расписала могла они в год в один год мне не влезли бисерные влезли все и осталось еще даже плюс минус какой-то люфт да то есть мне их нужно докупить чтобы в таком темпе содержаться то есть надо следующий год уже покупать новые реально в этом году все их вышить если так хорошо плотно приложиться но мы это проверим конечно это все теория практика обычно несколько иная значит что по процессам четыре крестиковых процесса как я их распределяла 3 это основные и четвертый это новый что у меня получилось после этой всей раскладки разложила все эти процессы и мне за год получилось что некуда поставить ни один новый процесс хочется же начинать новые и вообще когда жизнь начинать и должен же быть какой-то стимул в этом значит я сделала так три процесса в которые ну грубо говоря не все начаты да не все есть они большей частью хоть немножечко начатые какие-то больше какие-то меньше значит вот у нас и что еще сезонность но минимальная это новый год зима то есть до должны быть матак какие критерии то есть зима рождество новый год здесь должны быть зимние процессы праздничные игрушки и прочие вот эти все вещи весна это скорее всего цветы и осень тоже наверно цветы вот у меня здесь виноград то есть урожай какой-то но у меня нет таких вот характерно осенних процессов то есть вот есть зима и весна то есть цветочки либо же конкретно зимние но если мне что-то глянется осенние я наверное добавлю так значит смотрим вот у нас зима на январь что у меня дед мороз но вы его видели в вышивальных неделях и в принципе реально его до конца месяца закончить технически реально ну как по факту посмотрим я на него отвела весь месяц да вот это первое место второе это ее тапиарий он уже вы видели он так прилично там сделано вроде бы немного осталось ну месяц я на него отвела тоже потому что нам нужно будет вспоминать организовывать процесс и вот уже какое число я это пишу 6 и у меня учет процесс не организован хоть там языки схема в саге но я знаю что это за процесс там много напутано много одиночных крестиков смена нит и там очень много бэкстич а там можно смело дели полторы на бэкстич отводитесь и не 2 но опять-таки месяц да ну вот уже можно сказать что у нас осталось тут три с чем-то недели до конца месяца то есть мы не берем целый месяц на третьем месте чашки я взяла от лука с вот так вот мне что захотелось подумала чтобы мне хотелось вас и закончить из процессов то есть первоочередные беру те в которых уже начато и которые закончить можно как можно быстрее ну там не так много начата ну все-таки там простой такой логичный набор там не полная зашивка так тоже вроде немного но там много больших таких логичных кусков то есть это можно как отдыхал очка да это называется вы не заморачиваться берешь до шьешь и там в общем то не нужна особая организация там эти планшетки от лука с тянешь оттуда ниточку берешь лишь вот шьешь нужно просто его достать деть на рамку на станок и вперед и четвертое я себе поставила новый да вот как бы четвертое место мне будет под новые процессы у меня есть такая схема из журнала давно я хочу начать ну так как я тестирую эту систему я для начала взяла маленький чтобы не разочароваться сразу в этой системе я взяла маленький сюжет по типу такого винтажного сэмплера но он очень малюсенький крошечный буквально ну для меня это будет новинка сэмплера еще не шила ну как бы хочу мне очень нравится от розовых мэннер осенний квакер шикарный просто тоже у меня в планах все по крестику на январь вот так и эти все процессы не должны переходить февраль то есть по идее их надо закончить вот в январе будем с вами все это вышивальных неделях смотреть теперь вот опять же январь блок с тремя бисерными процессами тут все попроще вышиванка остается и она остается до середины марта потом косметичка на втором месте и еще у меня такие фиолетовые цветы вот так они выглядят тоже начат этот набор начат давно и вот это все валяется и вроде бы там не полная зашивкой там немного вышивать то есть вот это вот немного она просто я поняла что надо разбираться с этим да вот это немного надо и сделать собственно я на них отвела почему-то здесь таблицы два месяца и март весь но поставим скобочку может быть только январь там действительно немного надо просто взять найти этот бисерку у меня даже в отдельной коробочке были там тоже немного цветов но еще в этом месяце нужно закончить икону поэтому наверное эти фиолетовые цветы перешли на марту не так вот с январем такая картина дальше у нас идет февраль то есть такая же система три набора начатых которые нужно заканчивать 4 новый и три набора бисера смотрим значит здесь я решила взять такие большие долгоиграющие процессы ну вот нравятся они мне их надо заканчивать и вот на начало года их лучше поставить реально понимать что вообще до конца года как я с ними разделаюсь нет значит корзинка с розами от лука с это примерно я здесь отвела нее еще вот лес и вот так кодовое название лес это дубовая роща по картине шишкина примерно здесь у меня по пять месяцев на тут и на тот процесс хотя размером они ну так чтоб не сказать корзина это в два раза меньше этого леса как минимум если не больше но может быть я за три уложусь с корзиной тогда еще два дважды будет до лес будет более усиленно продвигаться просто от эти два месяца корзины мы берем на лес дальше это у нас первое третье место и второе место венок всех сезонов вот такой то есть он ровно наверное 50 процентов выше то но в саге у меня есть эта схема но я еще не подсчитывала прям там не не вычеркивала дотошно все все в визуальном это 50 процентов это видно то есть на венок всех сезонов и отцена вот два месяца февраль и март пока так там посмотрим тоже там много бека и четвертый процесс это из новых значит хочу поставить сирень давно она у меня уже в хачушках вы ее видели в обзорах моих запасов ну по факту в запасах у меня сейчас только вот превью скачанная схема тут так либо я его буду заказывать этот набор либо буду делать подбор в конце концов почему нет схема закачана распечатана набор этот старый очень старый думаю можно себе позволить так март у нас идентична февралю в плане а стоп еще по бисеру да февраль вот эти три позиции по бисерным процессом значит остается вышиванка на втором месте появляются ромашки по идее должна косметичка уйти закончится мы на ее место ставим ромашки вот такой набор но у меня здесь на на выше что может быть седьмая или десятая часть то есть на ромашке видите полная зашивка это хорошенько надо поработать это не быстро будет но она очень классная может быть подушку из нее сделаю два месяца я под этот процесс отвожу потом на третьем филетовые цветы остались ну если я закончу раньше я начну маки вот такой тоже с неполной зашивкой там надо будет подбирать бисер искать общем повозиться вот фиолетовые цветы майки это февраль-март надо с этим вопросом разобраться так значит март у нас февралем идентичен по крестикам март-апрель по идее венок всех сезонов если я успею закончить то у меня есть такой еще венок с птичками от classic design это по dimensions а то есть он там тоже начать но может быть четвертая часть там выше там есть схема в саге я думаю там можно приловчиться взяться и быстро закончить месяца должно хватить с головой там тоже бакстича прилично первое место остается корзинка третий лес и вот из новых хочу поставить такой набор мне опять же схема и превью понятия не имею кто производитель но очень красивая схема гортензии это такая как панель два месяца на него надо дать это как минимум новый набор новая схема там надо разбираться и она такая достаточно длинная большая так март апрель май у нас остается корзинка лес и если еще венок мы заканчиваем значит нас будут фуксии фуксии тоже на два месяца минимум там крил такая она приличная зашивка и там разброс будет по цветам не знаю почему то мне показалось нужно два месяца здесь минимум месяц это точно так остается лес остается корзинка остается гортензии июнь июнь значит у нас все это остается и вот гортензии должны закончиться хочу заказать этот цветочный чай так а по бисеру я не сказала по бисеру значит домики чашки на кухне то есть много мелких сюжетов вот эти два месяца до апрель май окошко петушок мелкие сюжеты на кухне маки дерево в общем все вот эти малюсенькие сюжетики на каждый по месяцу с круглой зашивкой маки но на них я дам два месяца какую-то маленькую икону там у них тоже уже скопилось не сделанных так вот это мы разобрали с вами первое полугодие на второе полугодие значит по крестикам на два месяца пионы лукой с потом корзинка с яблоками маяк один второе место и вот здесь должны начаться на полгода растянуть елочные игрушки вот этот наборчик которая начала но примерно по одной игрушке в месяц да их там шесть штук в наборе чтобы вот к новому году этот наборчик у меня был надо реально понимать там полная зашивка это по старому набородим там есть бэкстич там нужно подготовку там собирать их нужно в общем это дело не одного дня в общем так спокойном темпе вот по одной игрушке в месяц и на четвертом так как они маленькие на четвертый месяц я поставила вот здесь еще четвертый а ну да это из новых чай так это у нас получается июль август да то есть моя корзинка с яблоками она закончится должна примерно за месяц еще на месяц я ставлю маяк один-то маленький аппетит елочные игрушки остаются и здесь и снова хочу начать меробилие фея флоры я не знаю как мне будет там заказом тканей ну и что-то придумаю в общем я может буду сама собирать эти материалы закажу комплект я на нее уже так хорошенько нацелилась но всяком случае 9 у меня есть и что-то я могу начать уже точно там крейники и бисеры это можно ждать можно позже потихонечку можно уже у меня есть винтажный лен такой коричневый я не знаю подойдет ли он и подойдет ли размера надо проверить попробовать эту фею флоры на два месяца и поставила так сентябрь герберы и виноград герберы на два месяца виноград на один и где-то примерно октябрь хочу начать рождественскую деревню и растянуть ее на три месяца на большая там полная зашивка то есть к новому году до чтобы подтянуть ту картину из новых поставить анютины глазки вы их видели и где-то ноябрь начать вазу с розами теперь в качестве первого процесса на два месяца там посмотрим и мелхилл новогодний почему-то у меня в крестике попал нам в бисер да теперь смотрим по бисеру вот где-то середины года есть такой бабочки у меня набор на два месяца примерно и здесь вот маленькие иконы по одной в месяц оставлю и еще маки и синие цветы это такая там круговая зашивка маки а синие цветы просто такая большая но не полная ну то что как где-то по месяцу на бабочки вот два тебя не полная зашивка но большая работа так сентябрь натюрморт на хал так вернемся чуть назад я вот нашла что здесь такой большой достаточно сюжет бисерный и как-то его упустила значит это у нас финанс апрель да вот бисерный элегантный натюрморт на него примерно нужно минимум два месяца он большой там надо делать подбор бисера минимум два месяца почему я про него вспомнила потому что у меня два натюрморта один на холсте и вот я его примерно здесь на сентябрь поставил тоже на два месяца тоже там много бисера подбирать работа большая сложная элегантный натюрморт еще больше дома где же его дело вот здесь он есть так где-то примерно сентябрь натюрморт на холсте чашки у меня есть два набора подаренных с чашками и по одной иконе в месяц так и у нас ноябрь декабрь это венок икона еще одна еще одни чашки что у меня здесь три чашки ну где-то больше где-то меньше да и вот самый новогодний месяц декабрь можно попробовать есть там елочная игрушка и зимний сюжет от фдв бисерный ну и мелхил бисерный вот так вот такая примерная история в общем в этой схеме вошел весь бисерный мой запас схем вот прям под ноль даже новых я здесь никаких не прописывала мне бы с этим разобраться то есть вот так но крестиковые не вошли все процессы конечно у их намного больше а в хачушках еще больше а еще бы докупить а еще знаете к тому анекдоте там помидоры посажу когда мужик кидал шапку вот ему горели сколько ты будешь скакать столько и твоя земля он скакал несколько суток устал упал упал конь но жадность победила взял кинул шапку а вот там помидоры посажу вот это из той же серии ну будем будем посмотреть как у нас говорят в общем очень интересна эта система разбора таких полетов я наверное сейчас я конечно вышиваю меньше то есть вот реально так представить смотрите примерно 6 где-то 7 даже где-то я вижу 8 позиций в день если по часу это рабочий день это реально это нереально это может быть выходной это половина этого времени если по полчаса это 4 часа да нет ну да это 4 часа но это более реально но по полчаса это тоже что туда если на углу поставить на станок не на пальцах держать то есть вышивать двумя руками вот то это уже что-то и можно в принципе это делать быстро надо как-то вот померить точно свою скорость и попробовать в день прямо типа тексту четко вот это все прошить но опять же где-то схема проще где-то большие участки где-то маленький где-то можно знаете застрять на цветах и значках где-то с организацией что-то где ну мало ли что все мы понимаем да то есть можно этот весь план два грубо поделить если даже успех хотя бы половину из того что наметила будет уже хорошо вот знаете чем хороши эти все планы опять же когда тебе рука зянется что-то докупить и когда ты смотришь вот на это все ты как-то немножко трезвеешь и думаешь наверное хватит хотя бы надо уменьшить вдвое лучше втрое вот этот вот весь запас необъятный вот будем стараться будем посмотреть как это у нас получится вот подписывайтесь на канал до встречи всего доброго